Проблемы нашего образования, точнее, я бы не сказал, что это проблема на самом деле. У нас в России, в постсоветском даже периоде, образование было светское, то есть достаточно широкий кругозор знаний, который преподавался в наших учебных заведениях, как в высших, так и в средних. На Западе вся образовательная система построена на узкопрофильного специалиста, на обслуживание той или иной промышленной деятельности по производству пластиковых бутылок. Вот его учат, как производить эти пластиковые бутылки, ничего больше он не знает. И он в итоге на выходе получается узкопрофильным высококлассным специалистом по изготовлению этих пластиковых бутылок. У нас же учат всему спектру от времен Ивана Грозного и где-то в конце про эту пластиковую бутылку тоже курс. Понимаете, в чем дело? Наш человек гораздо развит в отношении кругозора. Как у нас сатирик говорит, что они тупые. Они не тупые, они просто узкие специалисты в своем профиле. С точки зрения капитализма это правильно. С точки зрения общества это не очень правильно, как мне кажется. Все-таки мне наша система образования больше нравится. Почему у нас в 500 или 100 лучших вузов даже НГУ не вошло в этот год? В последние годы. Потому что у нас нет опыта. У них шкала, которая определяет степень того или иного вуза, значимость того или иного вуза, настроена именно по схеме западного образца. А у нас идет та старая система наша, советская еще. Поэтому мы, когда нанимаем наших менеджеров, они, во-первых, не соответствуют своему профилю, квалификации. Поэтому здесь единственный выход, мне кажется, как было со времен Петра. Приглашать в Западу специалистов, которые будут отвечать за те или иные отрасли в той или иной области промышленности, сельского хозяйства. Но если мы тратим такие миллиарды на Олимпиаду, то я думаю, что для своего сельского хозяйства это нужно сделать никак не с меньшей степенью активности. Нам, мы, надо понимать, мы ведь не технологический лидер нашей России с вами, но прежде всего аграрная страна, у которой куча, куча, просто миллионы гектаров необработанных пахотных земель, которые пропадают. Вот они наши миллиарды, миллионы, которые мы могли бы зарабатывать. А мы пытаемся, вот ее мобили и все такое. Мне кажется, мы немножечко вот не туда усилия направляем, куда надо было бы. И мы должны наше молоко, должна вся Европа пить, понимаете, хлеб наш кушать в Латинской Америке должны. Потому что у нас это было бы дешево, сердитое и качественно. Но, к сожалению, пока не дожили до этого, хотя должны.